всем привет вы на канале амплейн меня зовут олег и это новая серия по прохождению игры days gone всаживайтесь поудобнее заваривайте свечи и кофеек ну а мы погнали так напомню мы приехали в новый лагерь лагерь майка мы покинули перед и понимаю это наш новый дом эти кат-сцены мы видели в предыдущем ролике поэтому я думаю можем пропустить нас ибо проведет это мы тоже скипнем это мы видели деньги лагеря местного мы скоро будем выдвигаться подвигаться куда интересно ну у нас тут не атищи порядке армейского точно потянешь на пон взять решили я тебя возьму но присягу примет так чего к этому тоже видели значит она где-то здесь да не вот что она его не отдала может он то что-то получил новую брайан новый блин у брайан это не то о чем я мечтал я ищу человека мы были вместе пути тут никого похожего не видел нет друг но выглядит зачетный я такой не на осмотр будут типов шеи искать удачи тебе дикон сэнд джон встретили бы так ну давайте что то есть неплохо так неплохо дамат лайк 12500 отлично этих палатках вот это нет заглянем в это уже вроде никого нет здесь а че это за ящичек такой икон не понял нету ее здесь ну да да конечно друзья называют берге дикон сэнд джон деньги есть пропустим с тобой интересно 3600 двигатель куфра новая роман интересно интересно блин но я надеюсь за миссии будут больше платить потому что цена здесь конечно в и слегка отлично пара выхлоп руля у них нет отлично диски тормозные давайте возьмем принципе не так дорого стоит а что-то так прикол он не давай заправимся что ты говоришь ух ты чудо по окраске блин ничего да такое все а где эти окраски которые для байка там где показывают типа полностью до всего байка что я не нахожу пока ничего уже симпатично с капитаном куриу байка сейчас встретимся с капитаном куриу байка скоро выдвигаемся не придумал так поехали суши так малость открывай девяносто три процента отлично тут тоже дам скорость ну ладно хорошо а я хотел резко прыгнуть но не получилось вы собираетесь все знания тоже сжать а тут а тут а тут я сговорю я в одессе не первый месяц так это вы и хотите сделать в смысле ополчение решили спалить все на два мы ведем войну санчет ради победы мы пойдем на все войну а что это если не война ты знаешь что такое одессе ты видел орды остановить их может только одна армия наша армия одной армии тут будет мало мы это продумали если полковник тебя примет узнаешь ты спрашивал про уцелевших из сил нет не совсем то есть в общем я пересекался водища с группой ребят думала не могли осесть в том лагере но я думал может ты хочешь получить за кого то награду нет нет я конечно выслеживал раньше людей но они на таких расстояниях ни одна награда этого не стоит так ну я так понимаю это лагеря наши старые знакомы капитан здесь все сделали метку поставить не забудь да вы двое возвращайтесь берите как его тэйлора да сэр вот и ждите меня расчетное время 6 не понял я буду в 6 часов пора бы начать разбираться виноват сэр все иди из глаз моих слушаюсь нашел чего сколько этот вас вас кисова спробовал недели две или три время не терял это что у вас были проблемы с поставками ну там мародеры ну да понятно ну чё дальше пешком идем а чего это с того что васки что-то мутит из байка след не возьмешь ясно рис на этом темнокожем и не холодно нет смысла уже снегом замела идемте надо заглянуть в эту хижину иди я за тобой добавьте чуть скорости пожалуйста о это лишним точно не будет постучим так зайдем я понял и кружка для собаки бухарю отвести что но теперь есть но вдруг уже заберем как на этот понимаю сумка нам важно говорите он украл пайки и боеприпасы ммм этот паёк наполовину съеденный ай давай давай ваши люди застали его врасплох байк стоит на месте значит он шел через черный ход стоп смотрите пошел чего ограды порезана не ржавая недавно порезали да идемте сюда а там кто то есть постойте-ка вот смотрите да нам повезло сюда погодите на гильзу новенькую он остановился и в кого-то выстрелил кого-то волков кого тяжело догадаться она нас ведет к волку вон кого-то доедает да 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 нас именно туда и ведет стоп стоп заражен не не похоже идемте нужно осмотреть душу этого оленя а ну пошел отсюда что ты делаешь этого кричать на волну осторожно их тут несколько осторожно их тут несколько лишним точно не будет более такие цены в лагере что не пропадать же мясу что лучше я буду собирать ну давай рассмотрим человеку вашему было маловато пайков попал четко в голову наповал волки услышали выстрел и малинь был нужнее чем вас наверное надо начинать быстрее двигаться это вообще неуместно думаешь они гнали вас кисе один охранял тушу вероятно пойдем проверим догадку у вас тут много волков водится не зараженных смысле я понял бежать мы сегодня уже не будем в моем детстве в оригоне волков не было койоты попадались а волки нет их всех истребили скотоводы фермеры и лесопромышленники но зато теперь они тут расположились но я надеюсь патроны и аптечка не зря здесь лежит но что-то ждет впереди наконец-то людей о о грам呐 Сюда. Все, все, я здесь. Если честно, мне надоело убегать и прятаться от этих тварей. Ты когда не выбирался с Роя? Да, было дело. Главное не стоять на месте. Слушай, если хочешь служить в ополчении, нужно думать только о задаче. А задача сейчас не фрики. Когда ты водища, убивать фриков приходится. Так уж мир устраивает. Ладно, давайте отойдем подальше от этих могил. Погода холодная, а фриков должно вывести больше обычного. Но трупы они сами лечуют. Часть нашей стратегии находить захоронение, раскапывать их и сжигать трупы. Ну, удачи вам с этим делом. Я таких могил видел сотни, причем только в этой части штата. Да, даже с чего-то ничего делать. Ладно, куда дальше? Туда же, на восток. Так, ну можешь разогнуться. Что ж? Спереди дорога. Подождите секунду. Ага, ага. Ну? Что скажешь? Фрики где-то рычат. Да вроде нет. Ну, либо он уже труп, либо у него много друзей. Видите следы от колес? Тут проехали байки. Много байков. Ладно. Пошли. После дамы. Сейчас опять будем ползтили. Не, не, даже можем пробежать. Ничего себе. Пол, снег, дождь. Даже просто тучи. Но я уже понял, ты пригоднаешь. Доберем подождава, и я сведу тебя кое-как. С кем? Полковник расскажет. Если укримят тебя. Да. Да, вы это уже говорили. Эй, стойте. Слышите? Да. Это со стороны лесного поселка. Он есть на карте? Ну. Значит, и у Васкиса он отмечен. Пошли. Если показалось, что у Васкис там, что бы ты сделал? Ну, он не... Там фрики. Это вида по следам. Да. Какое у вас наказание за самолет? Казнь через повешен. Это значит, что Ласкис без боя не сдастся. А нет. Я так понимаю, он в доме спрятался, да? Узнаете своего? Да. Вон он. Ну, что могу сказать. Как-то вы фигово новобранцев проверяете. Он тут явно как дома. Подождем здесь. Вызову подмогу. Убери от меня свои лапы. Ого! Дерзкая попалась! Вишь ты какая! Это мы посмотрим. Да ну нахрен. Что? Я как-то не могу смотреть, как издеваются над безоружной бабой. Я дал тебе приказ. Приказ? А что, там не красная повестка? Вы мне пока не командир. Сидите тут, если хотите. Нормально, мне понравилось. Так, отлично. Куда ты пошел? Ты будешь первый. Опа. Вот это не очень. Прямо перед тобой. Да что ты. Да что ты говоришь. Ещё один мёртвый. Так, остались, остались вот эти ребята. Давайте чуть-чуть его попросим подойти. Где он там стоит. Куда? Ну, дигляй. Где он? Там. Это люди. Кто ты попал? Ты и сама. Тут. Кто идёт? Чему мне не понравится? Ну, лезь уже. Чему они решили, что мне это не понравится? От кого они стреляют? От кого они стреляют? Никого нету. От мародёров. И? Блин, хотел же всё по-тихому сделать. Так, не этот. Ууу. Там сильно не разгоняйся. Уф ты. Подарочки мне оставили, да? Тинк. 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 Ага. Ууу. А как? А как это? А как это? А как это ты так? А вот как это ты так? Уф ты. 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 Она не прикалывается, что за бред, блядь. Ну, пал-так, упал. Че стоишь? Кто идет? Никто никуда не идет. Блин, хотел по-тихому, реально. Ну, что-то пошло не так. Да что-то. Вот это нам нужно. Нет. Так, давайте все-таки заблутаемся. Лишним точно не будет. Вообще никогда. У них есть много ништяков полезных, поэтому, да, поэтому собираем. Идем за этим Васкесом. Кто ты там? Кто ты? Кто ты? Ого. Ого. Ну, она там справится пока, я думаю. Пугас. Пугас. Полочную нет. Ладно, идемте искать, как туда зайти можно. Так, че ты рваешься. Вот тут, наверное, да. Зайти можно через этот дом. Вот так, вот так, и никак, да? Или как-то все-таки. А там никак попасть нельзя туда. Что-то это, это стандартное положение рук. Ок. Хорошо говорил. Точно. Здесь можно пробраться. Конечно, можно. О, куда ты, куда ты? Иди-ка ты нахер, помощник. Ладно. Я в сторонку отойду. Подходи ко мне. А кому ты нужна? Иди дальше. Мы не снимем. Да мне покер. Так, ну все, чувачок, отдыхай. Тебе уже торопиться некуда. А я пойду. Это что сейчас было? Ну вот, хулиган и девушку в обители. Тваскус мертв. Мертвее некуда. Капитан Коури, прием. Это тупняк. Мы прибыли. Направляемся главным воротом. Оставайтесь на месте. Пустите нас. А как же противники? А как же противники? Едем, мы едем. Клин. Оставайтесь на месте. Конец связи. Пошли. Такие все вояки, конечно. Ну и тут подогнали мотоциклы. Ну, чтобы вам пешком идти. Свободен капрал. Ну, что скажете? Я прошел? В смысле? Ну, вы же меня типа проверяете весь день. Вот и спрашивай, как я прошел? Да ну, какие уж там у нас проверки. Сам видишь, мы так гребем к себе всех подряд. Да. Да. Ты прошел. Ну, едем к полковнику? Да, поехали. Почему бы и нет? Да где ты слушаешь, Зашел? До всей Заварухи. Ты знаешь, как выглядит боёк. Знаешь, как проводить разведку. Знаешь, что такое тактическое перемещение? Так в каких войсках ты служил? Во флоте? В армии? Я стараюсь не афишировать. А то ведь в первый год народ так и стремился укокошить всех, кто раньше носил форму. В армии я был в Десятом Горном. Обслужил полный срок в Афганистане. Ну, а вы где? Военного всегда можно узнать. По выправке. Ни у кого из ваших бойцов её нет. Только у вас. Говорю же, зоркий глаз. Я служил в ВВС 10 лет в составе САК. В Орегоне же нет ракетных шахт. Я был в отпуске. Представь себе, вы зло. Пока связь не пропала, я каждый час получил донесение со всей страны. Думаешь, нам тут сильно досталось? Восток от Миссиси. Мне побольше нравится. Это симпатичнее ландшафт. Бывал в этих местах? Да. Я жил чуть к северу отсюда. Городок Ферлелл, знаете? Нет. Заколустье в ожидании конца света. Ну да, типа того. Значит, ты здесь бывал? Да, бывал. Несколько лет назад. Заезжали сюда с женой. В медовый месяц, в общем. Пот и есть. Ну, жены твои. Мою звали Кэрри. 12 лет прожили. Еще он решил мне довериться. Мы знакомы только, ну... день. Максимум, а он уже мне рассказывает. Зачем? Не понимаю. О, начинаются флэшбеки. По-моему, по-моему, это значит вход воспрещен. А? О, не-не, это нас не касается. Потому что мы не умеем читать. Потому что нам плевать на закон. Говори за себя. После вас. Ладно. Знаешь, делать свою даму соучастницей, это как-то не камельфолла. Потому что... Ну, это по-французу. Ну да. Опять купилась. Извини, пожалуйста. Господи, ты бы видела сейчас свое лицо. Ха-ха, смешно, наверное. Да, будь у меня мобильник, я бы тебя сфоткал. В кое-то веке я рада, что его у тебя нет. Ну ладно, не начинай опять. А я-то что, сам об этом заговорил? Да, мы премся на этот раз. Так, куда мы идем? Иди по тропе. Это недалеко, правда. Видела бы, мама, как я гуляю, неизвестно где, среди ночи в компании мутного бога. Красота. Ух ты. Не знаю, может, там холодно. Везда упала. Ничего бы она не сказала. Ты ведь вроде не хотела им при меня говорить. Да ладно, тебе это было давно, а ты мне до сих пор вспоминаешь. Да нет, нет, я же тебе ничего не предъявляю. Я бы своему старику тоже не сказал. Это потому, что твой отец умер. Ну да, и этот уже. Гораздо интереснее, сказал ли ты своим ребятам, что встречаешься с правильной девочкой из Сиэтла, а не с телкой из того стрип-клуба, в котором вы живете. Так, так, секундочку. Во-первых, мы не живем в стрип-клубе. То есть, у нас там пожизненное членство, это правда, но мы там не живем. А во-вторых, я сказал им, да, представь себе. Ты что, правда? Ну да. А чего ты удивляешься? Твоя ученая степень всех очень заводит. Долго это будет продолжаться? Я в курсе. Все, серьезно. Пошли назад. Мне правда завтра рано вставать. Да? И как там на работе? Ты же мне ничего не рассказываешь? Да просто этот проект... К нам должны прилететь менеджеры из Нью-Йорка, будут нас курировать. А еще у нас строят новую лабораторию, но даже не объяснили мне, для чего она и план не показывает. О, а я-то думал, ты не хочешь об этом говорить? Извини, не просто. Да ладно, это ерунда. И вообще спасибо, что помог мне от всего отличия. Да. Да, когда мы уже дойдем, ну это ж невозможно, а? Стоп, 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 это та самая конопляная ферма? Ее ты хотел мне показать? Чего? Ну вот это кусты конопли, а это растительная система. Значит это конопляная ферма. А, да. Посмотри-ка, и правда. Ты приволок меня посреди ночи, не пойми куда, чтобы показать вот эти ваши грядки незаконные. Ну да, раскусила. Я надеялся, ты посмотришь, дашь нам пару советов, ну, по выращиванию. Обратишь свои знания в полезное русло. Господи, ты совсем... А, я поняла. Ты на самом деле не это хотел мне показать, да? А, нет, конечно. Иди по тропе, мы уже почти на месте. Да я надеюсь, что он уже практически на месте, это же невозможно. Там с этим дурочком ходил по утесам. Утесом с этой теперь тут ходить, пробежаться нельзя, блин. Тут просто 20 часов прохождения, это просто из-за вот этого перемещения, хождения пешком. Мы уже почти пришли. А вот что было бы, если бы повсюду погасли огни? Все разные. И люди смогли бы увидеть мир вот таким, как есть. В каком смысле? Мрачным, тусклым и гнетущим? Я про луну, про дикие цветы и про цветочков. А, ясно, ты опять прикалываешься. Ты ничего не воспринимаешь серьезно. Ой, я всегда совершенно серьезен. Хо-хо, ну да. Правда? Нет, неправда. Помнишь, я предложила перевести кое-что из моих вещей к тебе? А ты сделал вид, что это шутка такая? Не так все было. Я сделал вид, что не расслышал. Это большая разница. Видел бы ты свое лицо. Вот у меня есть мобильник, и я тебя запускала. Показать? Слушай, ты же ученый. Давай вести себя рационально. Во-первых, я просто предложила подумать насчет того, чтобы жить вместе. Мы бы чаще виделись, и вообще это логичный шаг. Что тут нерационального? У тебя дома моя зубная щетка. О, извини, действительно ты прав. Ты и ценишь наши отношения. Вот он. Ты знаешь, сколько стоит хорошая щетка? Вот видишь, опять все за свое. Любой разговор про машину. Угу. Ну вот куда мы приперлили, да? Ладно, слушай. Нам правда надо это обсудить. Мы обязательно обсудим, но... Просто подожди секунду. Я хочу тебе кое-что показать. Ладно. Видишь? Вот. Зачем я тебя сюда позвал? Наконец-то. Обалдеть, как красиво. Тебе нравится? Конечно, да. Я тут тебя спросить хотел. Да? Дикон. Ты бы... Что, я? Ну, короче... Ты согласна? На двух условиях. Говори. Во-первых, никакой байкерской свадьбы, где ты клянешься залезать на меня так же часто, как на свой мат. Как я могу такое обещать? Ну, хватит. А еще, во-вторых, обещай, что никогда меня не останешь. Идем. Неужели ты мне клубный пешки на палец наделал? Ну, а что? Вот взял и наделал. Угу. Там что-то у темнокожего парнишки оказался. Как и кастенький такой. Проделать свою цепочку. Символ истины любви это... Собачий череп. Собачий череп. А что здесь написано? Эй, а кто из нас тут учил латынь? Ну, что? Ну, это... Мориур инвиктус. Смерть прежде поражения. О, мне это нравится. Но ты ведь потом настоящее кольцо подаришь. То есть это, конечно, красивое, но просто... Да, конечно, это ведь все-таки мой перстень. Ну да, он твой. Мне бы что-то попроще. Можно без гуку. Ладно. Хорошо. Черт, извини. Да ладно, ничего. Работа. Надо ответить. Давай. Алло. Да. Нет, ничего, я приеду. Все, давай. Все нормально? Не знаю. Просит приехать. Вставай. Сейчас приехать. Вот прямо сейчас, среди ночи. Очень надо. С меня причитается. Ладно. Идем. Идем. Одета, мы перлись. Не знаю, куда, да? Ну, ок. Моя жену звали Бет. И входки не осталось. Идем. Фотки не осталось. Так, 96%. Отлично. Зачем нам это все? Вот эту штуку мы, наверное, подберем. Да, у него прочность, чтобы у нас поболее будет урона чуть меньше, но это не настолько критично. Вот прочность, это замечательно. Не понял, вы о чем? Ну, нет фотографий, ни жены, ни родных. И почему типичный? Раньше все пользовались смартфонами. Там хранились все фотографии. Как телефоны накрылись, и облако накрылось, все снимки пропали. Да, я как-то об этом не задумывался. У моей жены Керри, отец был фотограф. Старой школы, лаборатория, растворы, все дела. Не хотел принимать цифровую эпоху. Если бы не он, и у меня бы снимков не было. Опа. В смысле, мобильники? Все ходили, уткнувшись в них носом, и ничего не видели перед собой. У меня мобила не было. Интересно, и как ты обходился? У меня была своя мастерская, а в ней последний стационарный телефон Ферволе, наверное. Тут заезд получше, чем в предыдущих лагерях. Однозначно. Тут мы должны с полковником познакомиться, правда? Полковник считает, что мотивация и дисциплина – это ключ к успеху. Давай, ноги переставляй. Быстрее, я просто не могу. Ну, топай! Вот такая мотивация, да? На юге острова трудовой лагерь для тех, кто не годен к службе. Некоторых требуется стимулировать. Ну да. Идем. За мной. Есть. О, наш старый знакомый. Удачи, Сан-Джон. Здорово! Снова встретились. Сан-Джон, да? Сан-Проповедника. Тейлор, какой нахрен проповедник? Чё ты заладил? Да шучу я, чувак. Бабу-то нашёл? Что? Ну, бабу ту, про которую тогда спрашивал. Нет. Снимаем побрякушки. Часы и всё такое. Кладитесь сюда. Ладно, чё, я спорить буду. Сейчас, разбежался. Новобранцам вещей не положено. Тем более, их всё равно сопрут. Давай, выкладываем. Ага, сопрёт, конечно. Нашёл лохов. Смирно! Да! Да! Бойцы, вольны. Пино. Мы не рады случайным людям. Вы приняты по приглашению. Завербованы моими соратниками. Когда будете отвечать, первым делом представьтесь. Начиная с фамилии. Да я-то так затесалась. Имя? Чёрт. Эфис. Кристо. Сэр. Сколько человек ты убила? Давай или после. Отвечай на вопрос. Пошёл ты! Все мы здесь совершали вещи постыдные. Чтобы выжить. Уцелеть. Всевышний это понимает. Всевышний прощает. Но у этой женщины на лице лежат печати сатаны. Тюремные татуировки. Свидетельство того, кем ты была и кем остался. Именно такие, как она, своими подлыми деяниями навлекли на всё человечество праведный гнев Господа. О, Господи. В трудовой лагере. Все! Пошёл ты! Пошли вы все! Побери лапа баран! Ты тупорылый! Отвали! Шевелись! Ну, а ты? Тейлор! Эээ, уэйт! И... Нет, сэр. Я не сидел в тюрьме. Никого не убивал. Ничего такого. Ты долго пробыл водич. Ну, я... Я умею. Умею стрелять. Меня папа в детстве брал на охоту. Рядом с Кламат Фоллс. Мы там... Ну, а ты, сынок, стрелять умеешь? Сэн-Джон, Дикон. Да, я умею стрелять. Да, матка пил. Покажи правую руку. Десятый город. Ирак. Афганистан. Служил с честью, когда не ври. Я пойду. Один срок служил с честью. И ненавидел каждую минуту. Девятый заповедь. Молодец. Подними правую руку. Клянешься ли ты поддерживать и защищать новую конституцию новых Соединенных Штатов от всех врагов. То есть это как этот, да? Как в вашем конце время формирует новое государство. Новые Соединенные Штаты. По итогу мы из этого лагеря тоже уедем, да? Наделал делов и поехал. Пойдем. Да, сэр. Я знаю столько же, сколько все, сэр. Славно, славно. Заходи. Пусть док тебя осмотрит. Слушайте, ну это уже хоть более похоже на какой-то относительно цивилизации. Пусть зайдет на осмотр. Омега. Задачку поручить можно? Нет, да. Я Тьена Новико. Он уже занят. Я понял. К ведьме пойдет. Куда? Какие ведьмы? Вы о чем здесь вообще? Я не терплю нарушения субординации, когда офицера называют ведьмой, но в редких случаях для таких эксцентричных натур делаю исключение. Да, сэр. Я делаю исключение, потому что всем, кто еще жив, уготована своя роль. Ты веришь в Бога, Сэн Джо? Я на эту тему не задумывался, сэр. Самое время задуматься. Ты проповедник какой-то, а не полковник. И моя роль. Вот это. О, так ты лучше выглядишь. Сэр? Это место. Мне было видение. Не такое, конечно, как описано в Ветхом Завете. Никаких огненных колесниц или горящих кустов. Просто я проснулся однажды утром до того, как на мир обрушилась божья кара и понял, это то самое место. Крейтер Лейк? Уизерт Айланд? Я называю его карчином. Так, а ну подожди. Так, продолжим. Так, продолжим. Так, продолжим. Да, то есть, да, сэр. Ну, про него же все слышали? Мне кажется, это полковник какой-то немного, ну, того, двинутый на идеологию, на своей. Вы имеете в виду книгу «Откровение»? Вы имеете в виду книгу «Бытия»? Проноя была в книге «Бытия»? Да, конечно. У него в книге «Откровение» это все было. Ну? Ну? Это все, что ты мне можешь дать? Кепку? Кепку? Вроде как раз. А этот, если не возражаете, это подарок от старого друга. Старого друга? Друзья, теперь мало у кого оставить. Это уж точно. Ладно, поэц, но только спрячь и не носи. Ты теперь из наших. Вообще-то новобранцы у нас начинают службу рядовыми, но раз капитан Коури отрекомендовал тебя как человека опытного, мы тебя повышаем сразу до Капрала. Спасибо. Поздравляю тебя, сынок. Спасибо, сэр. Ну, подыщем тебе работу. Огонь. Это фигня какую-то, мол. Сказывали про ковчег, сэр. Да, ковчег. То, что ты сейчас видишь, лишь малые части. У нас за спиной целая сеть пещеры-тоннелей, которые тянутся до самой вершины. Когда мы закончим, они будут заполнены тысячами семян, растений, компьютерных файлов и книг. Даже если мир умрет, наши достижения в медицине, науке и технологии не умрут вместе с ним. Нет, сэр. Но этот остров не просто копчет, Капрал. Это твердыня, это крепость. Здесь у северных ворот мы складируем боеприпасы, чтобы начать наступление на фиг. У нас есть винтовки, гранаты, пулеметы, гранатометы, есть оборудование, чтобы делать боеприпасы всех типов и всех калибров. Да что ты говоришь? Это инженерно-механическая часть. Если тебе нужно починить мотоцикл, обратись к дизайнеру. И как видишь, за счет того, что осталось от национальной гвардии, мы строим свой парк грузолепов и других мостов. После того, как мы расчистим магистрали, мы начнем заново отстраивать дороги и мосты. Ваша выжигательная стратегия работает против риков и шакалов, но на шоссе она вам не поможет, не остановит ордеса. Мы в курсе, Капрал. Орды? Да, орды – это проблема совершенно иного уровня. Но у нас есть замысел. Замысел? А ну-ка, посвяти. Каплин, проваливая подготовку, вы готовитесь к провалу. Мы не допустим провала. Гостяк армии живет здесь у ворот, и они готовы выступить по моему приказу. Эти палатки вместили сотни мужчин и женщин, таких как ты, тех, кто клянется посвятить свою жизнь борьбе. Но тебе и не ждать особое поручение. Чтобы выполнить его, нужно нечто большее, нежели умение выживать. Тож не просто так здесь стоит, да? Что так долго? Да, сам. Сделаю, что прикажете. А нет. Трик-фрика мне показалось. Вы как, лейтенант? Здрасте, полковник. Я извиняюсь. Многовато ацетона бухнул. Лейтенант Уивер, инженер-химик. Его задача у нас... Взрывать все нам! Делать оружие. Ну да. Типа того. Я Уивер, Джейнс. Сент-Джон, Дикон. Опа! Армейская хрень у нас для показовки. Правда же? Капрал Сент-Джон под командованием Коваль. Если вам что-то нужно водище, обращайтесь к нему. Еще как нужно. Сейчас дам ему список. Над чем работаете? Над загустителями смеси нафтеновый и пальмитиновый кислот. Вы делаете напал? Да? Да! Чувак рубит в химии! Да просто догадался. Я не мешаю? А, да нет. А, полковник. Уже почти получилось. Почти. Хорошо. Очень хорошо. Куда вы дальше? К ведьме нашей. Вы свободны, лейтенант. И еще раз прошу прощения за эксцентричность некоторых моих официантов. Не стоится. Осталось зайти еще в одно место. Я верю в проект лейтенанта Уивера, но то, что ты сейчас увидишь, может стать нашим ключом к победе. И... Это что такое? Мэм. Вот все, что было. Рукава забитая. Это кондиционер для белья? Она жива. Ну-ка, прочитай. Она жива. Ингредиенты. Ах, хлор, хлора. Походу память потеряла, наверное, лишь что. Не, а, терпи. Терпи. Пошел вон. Пошел вон. Мэтт, ну что мне делать? Самой, что ли, за сырьем ходить? Вопрос решен. Лейтенант Уитокер, это Капрал Сент-Джон. Он из подразделения Ковар. Да, она походу память потеряла, да? Познать вам, что прикажете. Прочитай. Что? Прочитай. Ты как читать, ты умеешь? Ингредиенты, хлороформ, терпинеол, бензиловый спирт. Пойдет, когда он может начать? Но, да хоть сейчас. Не буду вас отвлекать. Оставь нас. А, нет. Стать смирно. Нет. Нет. Ты... Ты погиб. Ты, ты погиб. Ты не можешь быть жив. Погиб. Успокойся. Ты погиб. Все хорошо. Стой, стой. Подожди, я... Я не понимаю, я не смогу... Ты не выжила? Нет, они прорвались и... Нам пришлось уйти на юг. Я нашел у Брайана и нашел угрожен. Они случились, что все погибли. Я думала, что больше тебя не увижу. Мне интересно одно, почему у того темного колечка? Нет, нет, Дикон. Я не могу. Мне кажется, из этого она и не может никуда поехать. Они тебя силой здесь держат? Нет, ты не понимаешь. Война же идет. Разве не видишь, и мы можем в ней победить? Я не воевать сюда пришел. Здесь я нужна. Я могу принести пользу. Я же не могу так уехать. Мое место здесь. И ты можешь остаться здесь, со мной, помочь мне. А потом... Все, что скажешь, мы поедем, куда ты захочешь. Да-да, конечно. Полковник вызывает. Слушаюсь, мэм. Одну минуту. Возьмите список. Спасибо, боец. Сразу же кепочка перевернул назад. Почему она здесь? Вот где взять эти заказные наклейки? Где они клеятся? Ага. Вот какой ты теперь грозный. 350. И доступен один навык. Так. Давайте вот это возьмем. И бичем немножко боезапас. Уколу оружия. Так. 70 метров. Есть идея, где ее можно достать? Да, конечно. Надо было там же тебе и написать. Ее добывает из Кинаваря. Отряд Коури обнаружил шахту к северу от Даймонд Лейк. Поезжай туда и на месте выходи на связь. Есть, сэр. И строго рожда нами. Если полковник не слышит, давай без вот этого вот. Есть, сэр, нет, сэр. Я не старик. Давайте байк. Все-таки я свой заберу, потому что оно... Не очень я хочу пешком ходить. Сейчас. Так, сволочь, где мой байк? Вот он. Отлично. Прыгаем. И погнали. Это лучше, чем пешком, во всяком случае. Это музей изобразительного искусства. И снова здравствуйте, да? Круто. Ну, ок. Хорошо. Хожу пешком. Спортсмен. Куда там тулить? На гору. Отлично. Рад сильно. Здесь никак подняться быстрее нельзя, да? Нарезай круги и поднимайся. Огонь, огонь. Пара-па-па-пам. Кто кричит постоянно на фоне. Так, полковник. Капрал Сент-Джон, верно? Да, сэр. Входи. А я вот тут пью чай травяной. Спасибо лейтенанту Уитекар. Хочешь попробовать лучшее пищеварение? Нет, сэр. Спасибо. Я просто искал график дежурства. У меня для тебя работа. Эти люди, хотя разве это люди, забрали нашего человека, лейтенанта Юстину Норвуд, офицера. Она у них, так что... Да, я спасаюсь. Такие люди, как ты, помогут нам спасти мир. Да, хорошо. Ты свободен. Мы спасем этот мир. Так, ну... У нас половина. Хороший солдат. Скоро мы поднимем уровень, и нам будут доступны некоторые ништячки. Я за 700, конечно, ты много купишь, чё? Механика. Чё там надо сделать? А надо сделать следующее. Вот сюда поехать и спасти. Чем ты меня ждешь, Diamond Lake? Ладно. Хорошо. Давайте сделаем следующее. Сядем на байк. Если мы снова его будем катить, то... Я думаю, мы никуда не поедем. Если он поедет, конечно, тогда без проблем. Ездим, спасем. Чё нам? Спускаться быстрее, чем подниматься. Однозначно. Ну... Давай. Момент истины. Отлично. А ехать чё не надо? Наверное, не обязательно. Можно катиться. И... Да нет, это тут уже ехать должен, во всяком случае. Ладно, в таком случае... В таком случае... В таком случае... Мы эту серию, скорее всего, заканчиваем. Серия и так была достаточно насыщенная. Мы познакомились с полковником. Увидели новый лагерь. Нашли, наконец-то, Сару. Она оказалась жива. Но что-то... Что-то мне кажется, что... С ней ещё будут вопросы. Ну, а вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. И... Увидимся с вами в следующих роликах. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok